Друзья, всем привет! Всем добрый вечер! Вы на канале Сельчанка в Америке. Мы находимся в South Coloraine сейчас. Я в прошлом видео каком-то сказала по-другому, как-то уже не помню, правильно бы сказала, да. Другой Coloraine, не в South Coloraine, не помню даже уже как. Едем мы в китайский ресторан и вот такие улички засниму и вам покажем. Вот вам Южная Каролина. Ну это мы как бы не в центре, это мы и так. Улички такие за городом. Пишут, что может это мы приехали по делам, нашим делам, чтобы ну как бы осмотреться и переехать, переезжать. Потому что очень много блогеров, которые живут в Америке и переехали сюда. Им очень здесь нравится то, чтобы ими переезжали. Друзья, это не значит, если все блогеры переезжают, то будем ими. Нет, мы не приехали... Переезжать сюда? Нет, нет, нет. Я свой Мичиган, ну, я люблю свой город, свой Мичиган, свою деревню. Мне там лучше нравится. Это может быть привыкли. Хотя и зима, холодно. Ну, я люблю и зиму. Ну, это окраина Спаттенбурга, друзья. Южная Каролина. Мы едем. Но сейчас 6.46 и уже вот начинает темнить, смеркать. Тоже здесь раньше темнеет, чем у нас. У нас сейчас полдевятого начинает, а в девять уже совсем темно. А летом то у нас в десять темно. Не знаю, ну, мне, я тут, я тут второй раз. Когда-то приезжали на похороны сюда. К родственникам, да? Да, туда, в Норд-Колорайну. Ну, тут оно, оно вот это, прямо на границу. Они между собой, а не соседи. 50 минут, наверное. Мы ехали вчера. Да, оттуда. Из того китайского, кто-то говорит, не аварит, а ресторан. Да, буфет. Из китайского буфета мы ехали где-то 50 минут. Столовая. Из Северной Каролины. В Южную Каролину. В Гостиницу. 50 минут принять. Не нравится мне тут местность, абсолютно, не знаю. Ну, по сравнению с Мичиганом, даже не знаю. Просто, может... Может, мы привыкли. Может, мы привыкли. Тут даже климат не такой. Ощущение влажности не такое. Здесь парка. Пусть у нас холодно, но у нас свежий воздух, друзья. Это 200%. Это даже не спорится. Пусть у нас и прохладно, но это лето вообще было холодное. Ну, а что вы хотите? Это же Северный Мичиган. Да. А вот, мол, я вижу Джисипене, магазины. Так что... Каждая жаба, говорят, хвалит свое болото. Да, да, так и мы, да. Ну, не знаю. Ну, кто-то любит, чтобы тепло постоянно было. И переезжают сюда. Да. И на Флориде были тоже, вот, Даш, были с нами тоже, да. Там тоже насчет влажности это... Ты просто чувствуешь его. А Мичиган нет. А Мичиган нет. А Мичигане просто как... Все равно, что ты в России, что ты в Украине. То самое, да. У нас не парка, не парит. Если солнышко... И морозов у нас больших нет. Вот, кажется, Северный Мичиган. А вот чувство морозности, таких морозов, как... Не знаю я. Чтобы скрипел снег, то нет? И не тает? Ну, не так оно чувствуется, но не знаю я. Ну, не так оно чувствуется, но не знаю я. Все-таки другая земля. А сейчас мы едем... Покажем, что есть. Это уже другой мы едем в ресторанчик. Еще раз в китайский... Ресторанчик, буфет, да? Любим мы ресторанчики, буфеты китайские. Вообще, китайскую кухню, кто-то говорит, это не китайская, это корейская. Да какая разница? Морепродукты. Все. Друзья, пишется китайская еда. Вот и все. А там они братья. Они же там все одинаковые. То есть, я их вообще не различаю. Корейцы, китайцы, японцы. Они мне все. Все братья, от одной матери. А, и еще, друзья, мы не приехали по потерянной им посылке тоже нет. Ну, ни в коем случае, друзья. Было у меня несколько видео. Да, там муж ездил. Это все для контента. Люди снимают, ездят. Это, ну, просто, понимаете, да. Все снималось. А на самом деле оно ими не надо. Вы что думаете? Они там продают, зарабатывают там бизнес. Это все. Сказки. Это все для контента, для просмотра делается. А людям интересно смотреть, а что же там сейчас будет в том ящику, в той коробке. Так что... Мы уже приехали. Ну, здесь вот выехали уже как бы немножко в гору, то да. Уже здесь красиво. Вот он, вот он. Хабачий суши буфет, да. Хабачий суши буфет. Вот кто говорит, кто говорит, а как искать, подскажите, где там туда-сюда. Просто пишешь на гуглу, чай на буфет. И все. Возле меня. Все. Написал. И оно сразу тебе найдет все. И смотри по фидбеках. Потому что есть такие буфеты, что вроде бы он буфет, но там надо платить за блюдо. То есть нету такого, что ты зашел, как называют этот стол, шведский стол или как они там называют. То есть сам пошел себе, берешь, не надо ждать ничего там. Пока тебе принесут там хлеб, пока ты хлеб съел, уже тебе суп принесли пока. Уже хлеба нету, да. Уже хлеба нету, надо с супом. Пока она пошла по хлеб, уже ты суп съел. Ну, в общем, вот так. А то это самое лучшее. Не знаю, но для меня это самое лучшее. Быстро. Не надо ничего там заморачиваться. Вкусно и полезно. И вкусно, и полезно. Да. Так что, зашли сразу на фидбек и посмотрели, сколько там звездочек. Сколько там, ну, именно людей уже оставили отзыв. Если там тысяч две-три, все хорошо, хороший ресторан, можно туда заехать и самому, и с семьей. Ну, с семьей, конечно, лучше. И еще писали, видно, новые подписчики, то спрашивают, а как же вы не озвучивали цену? Все озвучивают. Да. Это такой буфет, где ты платишь цену и... Есть, да, перебью. Берешь, что надо. Да. Заходишь, перед тем, как заходить, ты платишь. А есть такое, что в конце ты платишь. То есть, ты уже... Ну, оно не имеет разницы. Ну, да. То есть, ты платишь за вход, друзья. Все. И ешь сколько хочешь. И что хочешь. Все. И есть разница в буфетах, где кока-кола, вот эти напитки сладкие, газированные, оно входит в цену, а есть что надо отдельно. И так само и мороженое, да, тоже есть, наверное. То есть, вот так. Газованные. Лучше газировку, ну, я для себя взял, что не надо ее пить, я уже вам рассказывал, да. Пепси всякие. Мы простую воду со льдом берем. Да. Тут оно все дешевое, вот эти кока-колы, пепси, фанты. Я просто купался в них, как мы приехали сюда, в Америку. Оно по доллару. Двухлитровая бутылка, 2 литра там, да? Угу. Доллар. И если берешь 10 бутылок, то есть, на десятку, если ты берешь, одиннадцатая бесплатно. То я на двадцатку набирал когда-то, полную тележку наберу себе этих бутылок. Позложу и дома на кухню наверх так, прям как дрова, знаете, сложенные. Да. На тумбочки сверху. И все. А я только пил эту. Даже не разбавлял. И все. И потом, потом оно плохо, в общем. Потом пузик начинает расти. Потом пресс растет, конкретно. Не надо в спортзал ходить. В общем. Да. Так что идем посмотрим. Нам тоже интересно. Мы здесь первый раз. Такой красивый. Ах, а пахнет. Сразу на улице пахнет. Вот он, друзья. Кто тут живет? Южная Каролина. Всем привет. Да. Некоторые пишут, что не нравится. Один раз была, мне не нравится. Ну, это... Кому-то не нравится, а там башки, вот эти всякие статуэтки. Кому-то музыка не нравится. Кому-то... Вот эти. Я иду на креветки. Я не иду на эти башки. Это самые дешевые. Как красиво. В них постоянно так красиво. Всякие такие светильнички всякие. Такие большие. Вау. Красиво. Суши, да? Да. Вот. Море суши. Что-нибудь в гармонии снимала? Да, да. И вот он стоит тут клепает. Опа, свежих поставил. Угу. Круто. И... Только что зашли, у меня перематанная рука. На кассе девушка спрашивает, что такое. Я ей говорю. Вот. от работы. Вот они. Осьминожки. С ними крупным планом. Ну, кто любит, кто-то будет плеваться. Но это... Это сила, друзья. Мы любим. Это бомба. Мое слово. И она сразу мне дала такой крем. Показала. Говорит, сфотографируй его и себе купи. Он очень хороший. Помогает для руки. То я сфотографировала. Нужно будет поискать. Пицца. Рива с алмом. Угу. Потом пикидельки всякие с курицей. Чикен, да. Спайси. Пленд. Это будет жгучие. Пекучие. Да. Угу. Это что такое? Это арахис такой. Я его очень люблю. С ватки. Да. Кукурузка варена. Ваше воскресенье. В общем, если сюда, друзья, приходите есть только такое. Кто-то спорит на фермах. Оно выращенное. Это не с океана. Да какая разница? То есть, если ты будешь есть вот такое, то ты не поправишься. Да. Все натуральное. Креветки. Креветки. Салатики. Крабы. Вот такие большие креветки. Да. Креветки люблю. О, это. Вкусняшки. Креветки. 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 Пирожки с капустой. Эгрол. Они очень вкусненькие. Мясо. Картошка. Фри. А вот кольца кальмары. Еще есть. Так. Здесь рис. Два вида. Есть такой. Мясо. Раки. Тоже мы любим. Это тоже креветки. Креветки эти с ореховым маслом. Но это уже на любителя. Мясо такое вкусное все. Так. Здесь мы были. О, даже макароны чизис. Вот наша. Мирослава очень любит. Такие макарошки. А здесь уже идешь и тебе. Ты даешь, чтобы тебе жарили. Вот сырое здесь все мясо. Как бы гриль. И тут тоже это стейк. Говядина. Креветки. Морковь. Кабачки. Или цукини. Так. Все. Да. Ресторанчик неплохой. Всегда в таких ресторанах есть что покушать. Всем приятного аппетита. И всем пока-пока. Так. Вот, друзья, наш столик. Поляна наша, которую мы накрыли. Я себе взяла два супа. Хочу попробовать супчика. Так. Здесь креветки. Крабы. Раки. И еще осьминожки. И вода со льдом просто. И вот заплатили мы 32 доллара за двоих. Да. Но это с таксой. Да. 2,70 такса. А так без таксы. 29. 300 баксов вообще. Да. Ну и еще. Типсы, если хочешь. Чаевые оставим. Если 10 процентов, то нам нужно оставить 3,27. Если 15 процентов, 4,90. И если 18, 5,88. Ну, оставим пятерку, шестерку. Так что вот так все так пахнет. Вкусненько. Еще хочу сказать, друзья, один плюс, что мне очень нравится. Это мне. Если вот так приходишь в такой буфет и стоят вот салфетки, да, на столе. Вот это здесь полная эта коробочка. Ты можешь брать сколько тебе нужно. Вот так. Раньше в нашем городе тоже так было. Но сейчас стали на этом экономить. И она тебе дает, приносит только 2 штучки таких маленьких. И каждый, ну, раз нужно говорить и просить, принеси, пожалуйста, еще. Знаете, она опять принесет чуть-чуть. Ты придешь 5 человек, она принесет тебе 5 салфеточек маленьких. То есть такие вот буфеты, что еще и осталось. Вот салфетки. Сколько хочешь, столько бери. То я люблю это очень. Нравится. Не надо просить, звать, чтобы она принесла. Вот так. Супчик, друзья, ем с яйца. Очень вкусный. Первый раз ем его. Муж всегда его ест. Ты же мне не верила. Да, очень вкусный. И еще взяла с грибами. Так что очень вкусненько. Да. Еще. Кальмарик, да? Вода, кажется, просто стаканик красный, но вода это простая вода. А то можно подумать, что это какая-то... Кока-кола, да? Да. Ну, Кока-кола будет темная. Спрайт, допустим. Нормалек? Да. Вкусный. Супчик вкусный. 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 Цеará у되? С 32 долларов. Это уже Стаксой. Стаксой 270, но выходит как-бы 15 долларов одну себе входит. 15 долларов за одного. У нас в 17 долларов уже, но у нас нет никогда в нашем ресторане нет вот таких крабов. И вот таких креветок уже, они слопанные эти креветки были, да, таких вот жареных. У нас только есть и сырые, и вареные. И у нас вареные, то есть и лапы здоровые, это маленькие крабы, а то есть здоровые такие, о, а ляске, заляске, помнишь, вареные? Но в нашем нет ресторанов. Нет, 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 нет. Ну и тут сейчас нет. Давай, показывай, как ты ешь его. Вкусняшку эту. Мясо. Они, оно же вам сразу, они отбили то. Ну все, а где там? Там внутри. Крабовое мясо, да. Все забравил, как семечки, и отсунул. Так что, да, китайский здесь дешевле, чем у нас. И хотя есть вот такие классные морепродукты. Да, у нас таких нету, а цена дороже. Ну, что ж поделать. Может быть, переедем из-за чаниза. Да, из чаниза. Да. Кто-то говорил, это не с моря, это они выращивают на фермах. Ну. Зато вкусные. Называется оно морепродукты, друзья. Да. Так что, а где его выращивают, мне все равно. Вкусные, да. А где его выращивают на фермах. 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 Продолжение следует...